Нам на тестирование попал вот такой вот лифтер и клипсы. Лифтер китайский. Внешне, в принципе, он выглядит достаточно неплохо. Металлический корпус покрашенный, покрытый пластиком лапки. Но при ближайшем рассмотрении выявляется масса разных нюансов, которые, собственно говоря, и определяют основное предназначение этого изделия. Давайте посмотрим внимательно. Если посмотреть на шток лифтера и убрать свободный ход, вот сейчас я это делаю, закручиваю винтом до конца. Сейчас у меня у лифтера нет свободного хода. Больше я накрутить винт не могу. Тянем лапку вверх. Видите, какой ход подъема. То есть, что получается? Если я сейчас сюда поставлю клипсу, то, во-первых, я ее даже зацепить не смогу. И, конечно же, не смогу потянуть. То есть, по сути, это изделие, которое не работает. То есть, китайцы сделали его внешне похожим на лифтер, но шток, который они выполнили, вот этот шток, он не работоспособный. Шток нужно перетачивать для того, чтобы у него появился ход. То есть, по сути, он должен находиться вот в таком положении, шток, и еще идти вверх. Вот так вот он должен стоять. А видите, у меня он сейчас в полностью выжатом состоянии находится. И еще даже лапки на поверхности не стоят. То есть, если я отпущу, то он у меня вообще выкровнен. То есть, по сути, изделие бракованное изначально. Даже неправильно я выразился. Небракованное, а выполнено неправильно. То есть, они видели лифтер, ну и, соответственно, скопировали его, не понимая, собственно говоря, как это изделие работает. Теперь вот клипсы. Значит, ну, видите, да, что клипсы очень сильно похожи на клипсы кека. Да, теперь давайте посмотрим, как выглядят оригинальные клипсы кека. Можно сверху показать. Значит, ну, во-первых, на оригинальных клипсах кека есть аббревиатура кека на торцах. Размеры, вы тоже видите, что они абсолютно не совпадают с оригинальными кековскими размерами. То есть, кека гораздо меньше. Ну, и пластик, да, сам пластик. У кека он обладает эластичностью. Ну, эти же клипсы дубовые. Ну, и, соответственно, сам пластик такой какой-то полуглянцевый. Ну, абсолютно иной, нежели чем на клипсах кека. Поэтому вот для любителей покупать китайские товары и потом рассказывать, что они очень хорошие и качественные, вот налицо, собственно говоря, пример. То есть, внешне все вроде бы хорошо, а если смотреть на детали и нюансы, то все совсем не так, как кажется. Успехов!